В 2003 году Саранск посетила Пензенская выставка кошек. Жители города могли посмотреть на самые редкие породы и даже купить себе породистого домашнего любимца. Но, к сожалению, не у каждого желающего хватило денег. Посетители выставки шокировали не только многочисленные награды привезенных кошек, но и цены на котят. Непосредством оттуда приобрела. 10 тысяч целей. Для нашего города это дорого. Хотя очень понравилось, и детям тоже. Однако настоящих любителей кошек высокие цены не смогли удержать. Из выставки они уходили с новым домашним питомцем. Я специально пришла с такой целью. Приобрести котел. Два года спустя волонтеры Ассоциации Милосердия собирали финансы для ребят из детдома. На собранные деньги детям купили рекордное количество канцелярских и школьных принадлежностей, которые помогут грызть твердый гранит науки. А также оставят в памяти детей след доброты. Сотрудничество с Ассоциацией Милосердия – это традиционное сотрудничество. И вообще от общения с ними всегда нашим детям становится на душе светло и радостно. И не только потому, что они приходят и приносят нам вот такие замечательные пакеты, это канцелярские товары, но вообще от того, что они вообще с нами. Почему? Потому что они нас заряжают энергией. Годом ранее в Саранске разобрали исторический след. Краеведы пытались назвать автора картины под названием «Вид города Саранск по приезду на восток», которой было около 200 лет. Тогда она украшала стены малого зала городской администрации и изображала вид на город с точки, где сейчас находится памятник Пугачева. Сделано оно с того места, где ныне стоит памятник Пугачева. Картины и гравюры – как бы вид Саранска его глазами. Вот что видел Пугачев 200 лет назад и что теперь видит сегодня. Кто же на самом деле был автором картины? Глава земской управы немец по национальности? Или же какой-то художник из Саранска? Похоже, так и останется тайной. Еще одной нераскрытой тайной в истории нашего города. Спустя шесть лет Мордовия решила отказаться от жестокости и согласиться на участие в конкурсе «Город без жестокого отношения к детям». На сайте «Я родитель» любой желающий мог высказаться на данную тему и проголосовать за родной город. Саранск, кстати, тогда победил и выиграл грант в один миллион рублей. Миллион рублей мы будем расходовать. В 12 детских садов мы купим все необходимое для детей инвалидов. Это в 12 детских садах. Это и сухие бассейны, и тренажеры, и игровые элементы. Остальную сумму будем поддерживать детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. И будем финансировать проведение мероприятий в городском округе Саранск. Вот таким разным было 13 октября в разные годы. С вами была рубрика «Этот день тому назад». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова